МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир первого Ярославского продолжает проект в тему. В студии Александр Чернопятов. Здравствуйте. В этом году на территории региона открыто около 30 новых туристических объектов. А к концу года специалисты отрасли прогнозируют возврат общего потока туристов, посещающих Ярославскую область, к уровню 2019 года. Это почти 5 миллионов человек. Как восстанавливается туристическая отрасль в период пандемии? Какие интересные мероприятия ждут ярославцев и гостей региона в ближайшей перспективе? И как развивается инфраструктура? Об этом мы говорим сегодня с исполняющим обязанности директора Департамента туризма Ярославской области Владимира Мависенко. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Итак, да, можно уже сказать, что туристический сезон и его активная фаза подходят к концу. Ну, может, конечно, еще бабье лето немножко добавить нам туристов. Но итоги лета точно можно подвести. Мы уже отвоевываем себе пандемийные какие-то потери. Какой сейчас у нас турпоток в этом году? Ну, вот как вы уже начали и заметили правильно, что действительно благодаря тем факторам, складывающимся с неоткрытием границ, у нас поток действительно направляется в регионы, и мы это ощущаем первыми. Именно потому, что у нас традиционные наши маршруты «Золотое кольцо» дополняются новыми направлениями. И как раз вот эта ситуация дала возможность нашим гостям проехаться не только по традиционным направлениям в маршруте «Золотого кольца», посетить и отдаленные от традиционного маршрута наши туристические места привлекательности. И мы это действительно ощущаем увеличение консолидированного туристического потока. И те, кто к нам прибывает и по воде, экскурсанты, фактически это уже возвращается до пандемийной форматы. И мы с прогнозом смотрим в том, что по концу года мы увидим цифру 2019 года. Понятно, что обольщаться не стоит. Мы прекрасно понимаем, что как только все-таки пандемийная ситуация начнет стабилизироваться, в любом случае, конечно, будет какой-то отток. Но как раз для нас сегодня это возможность успеть завоевать интерес гостей региона к нашим туристическим местам. А вот мы завоевываем интерес как? Какие новые объекты туристические открылись в этом году? Открылись и музейные новые экспозиционные пространства в наших городах. И новые форматы размещения, такие, как стали на слуху всех популярными. Так называемые такие глэмпинги, кемпинги. У нас, по крайней мере, как минимум три таких точки открылась непосредственно на территории региона. И рядом с Ярославлем, то есть точка Немо, например, у нас такая интересная открылась. Отличное направление у нас сегодня. Рыбинское водохранилище, очень много баз, которые традиционно были ориентированы на рыбаков, охотников. Сегодня они ощутили такой хороший вкус на гостей с детьми, на семейный отдых. И они уже для себя взяли такую цель переориентироваться на размещение именно гостей с детьми, которые дают возможность уже так загружать свои базы не только в выходные дни, а на пять, на семь дней, на две недели. Вот самое для нас приятное и радостное, что у нас увеличивался туристический поток за счет возвратных гостей. Наверное, это самое главное. И наша задача как раз, как мы уже для себя это говорим, везде это транслируем, чтобы каждый гость, уезжая с нашей земли Ярославской, уезжал обязательно с мыслью, что у него не хватило времени. Это он должен прям вот, я не стесняюсь говорить, брызгать слюнами, рассказывать, как здесь здорово. И тут, конечно, задача программы впечатлений всегда увеличивать и дополнять. Здесь нету какой-то там достаточности. Ну, нужно следовать тенденциям нового времени. Вот говоришь Ярославль, подразумеваешь Золотое кольцо. По сути, ну, немногие знают, что официально мы получили этот статус в 2016 году. Как столица. Как столица Золотого кольца, да, то есть пять лет начали ревизировать этот маршрут Золотого кольца. А поменялось вообще восприятие Ярославля как столицы Золотого кольца за эти пять лет? Ну, вот со стороны. Раньше это было только церкви, там старинные какие-то усадьбы, народные ремесла. Вот сейчас мы делаем акцент на новизну. Я бы так осторожно сказал, что оно начинает меняться, уже начало меняться, этот процесс начался. И действительно, мы хотели бы произвести, так называемый, мы работаем над этим, чтобы произвести такую перезагрузку маршрута, брендового маршрута Золотое кольцо. Хотя, я считаю, мы должны гордиться этим наследием, что у нас это единственный фактически в нашем наследии, в советском наследии, международный брендовый маршрут, который знают в Европе и в мире Золотое кольцо. И мы от этого отталкиваемся и как раз стараемся развиваться в направлении того, чтобы не потерять вот те позиции, которые мы имеем, именно как Ярославль. И вот на прошедшем форуме, который в начале лета прошел в Петербурге, именно нашими стараниями мы все-таки сумели удержать позиции столицы Большого Золотого кольца. Было подписано соглашение, к нам присоединились еще четыре региона. Это политическое решение уже было сверху, к нам пришло, но мы постарались сохранить свою столичную роль. К нам присоединились Рязань, Тула, Калуга и Тверь. Надо сказать, что с Тверью мы все равно уже, предполагая, прогнозируя этот формат, мы разрабатываем межрегиональные маршруты. У нас хорошее взаимоотношение с Министерством туризма Тверской области. У нас уже начинается выстраиваться маршрут для индивидуальных туристов, для групповых туристов. Трасса как раз Тверь-Кашин-Калязин-Углич-Ярославль, она часть федеральной трассы Большого Золотого кольца. Кстати, нулевой километр находится тоже в Ярославле, что подтверждает нашу статус столицы. От нас начинается, она заканчивается. И сейчас мы, традиционно наш форум, который проходил у нас под день рождения Золотого кольца, в третьей декаде ноября мы готовим как раз по проблематике развития уже Большого Золотого кольца и территории, которые уже присоединились к нам, и наших территорий. Мы надеемся, что как раз вот в этом формате мы еще раз сможем говорить о формировании туристического продукта, о формировании городской среды нашего исторического наследия, наших исторических городов. Это серьезный, наверное, самый главный сегодня вопрос совершенствования инфраструктуры, обеспечивающей инфраструктуры, дорог, конечно, прежде всего дорог, и в том числе инженерные инфраструктуры, коммунальные. Для нас мы прекрасно знаем остроту проблем Переславля-Залесского сегодня, чтобы там разбивался динамично именно туризм, конкретный туризм, а город, мы считаем, что может именно этим жить, но чтобы он был удобным прежде всего для жителей города, чтобы их вот этот вот туристический поток не раздражал сезон, чтобы горожане могли спокойно передвигаться по центру города. У нас есть несколько конкретных предложений именно на уровне правительства Ярославской области, уже согласованных, разрабатываемых, и мы надеемся, реализация которых даст возможность кардинально поменять, по крайней мере, транспортную ситуацию в Переславле, и не только в Переславле. Сегодня большая работа делается в Тутаеве, администрации Тутаева, огромная работа делается в Ростове, в Угличе. В общем-то, в каждом городе администрация, местная администрация, занимает активную позицию, за что мы особенно благодарны этим городам. И посещая наши районы отдаленные, мы общаемся и с предпринимательским сообществом вместе, и с главами районов. У всех есть четкое понимание, что туристическая отрасль – это возможность для развития их района. Практически каждый глава знает всех предпринимательских, все предпринимательские такие группы, инициативы, их идеи, конкретные идеи. И мы стараемся выстраивать работу совместно именно и с предпринимателями, и с администрациями районов. И, конечно, стараясь на каждый проект найти возможность поддержки, от простой поддержки какой-то информационной до конкретных инструментариев. А делимся опытом между областями. У нас теперь получается Владимирская, Ивановская, Костромская, Калужская, Москва, Рязань, Ярославская область. Много теперь, вот это большое золотое кольцо. Легче будет теперь получить финансирование, в том числе, может быть, федеральное. Вообще заинтересовано нас? Сейчас уже выделено финансирование. Именно почему мы торопились с тем, чтобы подписать соглашение, потому как в начале года, еще весной, было постановление правительства, его подписал премьер-министр правительства, господин Мишустин, о выделении финансирования на разработку туристических мастер-планов трех территорий. Сахалин, Крым, Сахалин и Камчатка, Крым и Большое золотое кольцо. Выделено порядка полутора миллиардов рублей на разработку туристических мастер-планов этих территорий. Ну, так, простым арифметическим действием мы можем прикинуть, что это порядка 500 миллионов на разработку туристического мастер-плана. Надо пояснить для всех, что такое мастер-план. Это, в принципе, единый генеральный план развития. То есть, когда происходит определенная работа, аналитическая, прежде всего, работа, которая изучает существующую территорию, все вопросы логистики и транспортов, и туристических каких-то мест привлекательности, и предполагает расчет определенного, как будут развиваться события, как будет развиваться территория. И примерно уже распределить участки, за какими участками, где и что стоило бы сейчас планировать и строить. Это, прежде всего, касается именно и транспортной доступности предполагаемых объектов, чтобы так не получилось, что даже какие-то очень интересные объекты вдруг построены в таком месте или запланированы, запроектированы в таком месте, что дальнейшее их посещение будет вызывать некоторые неудобства, как у самих туристов, так и у тех, кто там будет работать. Хорошая добраться туда только на самолете. Да, условно так, условно так, да. Радует, что есть интерес. И когда есть интерес, тогда легче это обосновывать перед всеми, кто занимается именно проектированием, обустройством. Ну, вот это уже такая системная работа, касающаяся не только там рамках одного департамента, там, туризма. Это участие всех департаментов. Это и дорожного хозяйства, и департаменты строительства, и департаменты ЖКХ. И на сегодняшний день, ну, могу заверить, что у нас есть полное взаимопонимание, хороший контакт, деловой контакт со всеми коллегами из всех департаментов. Сегодня готовятся заявки на финансирование федеральное. Именно президент об этом заявил. Уже вышли два постановления. На предоставление финансирования для обустройства городов, центральной части исторических городов, в особенности и конкретно вот именно, что касается наших городов. Сегодня у нас уже подписаны заявки по Ростову, и они ушли в направление, значит, Минстроя, да, они будут рассматриваться. И мы надеемся, что вот это совместное движение, вот такое, и администрации, и предпринимателей, и правительства региона позволит нам в ближайшем времени получить еще несколько серьезных туристических мест, которые будут совершенно по-новому прочитаны. Ну вот, прежде всего, мы говорим про опорные, конечно, наши города, которые, да, в них что-то уже сделано, даже много, можно сказать, сделано. Там в Ростове конюшный двор восстановлен по линии Министерства культуры, соборная площадь по линии, там, Минстроя. У нас еще два города выиграли, это Данилов и Мышкин, которые получат по 50 миллионов, и в будущем году они будут реализовывать в своей центральной части определенные какие-то зоны. И получение вот такого финансирования, например, для Ростова даст возможность как раз нам всю дорожную сеть центральной части Ростова в пределах окружной улицы и вылетных магистралей обустроить. Потому как сейчас там идет проектирование по линии ВРИКС, это набережное озера Нера, это восстановление театра городского и восстановление еще определенных нескольких там пространств. Поэтому работы достаточно много проделано, но предстоит сделать еще больше. Часть наверняка каких-то идей будет закреплена на предстоящем форуме «Большое золотое кольцо» в ноябре, да? Он когда пройдет? Он пройдет 18-19 ноября. Конкретно у нас будут именно темы, это мастер планирования территорий, планирование городской среды, формирование туристического продукта, межрегионального, регионального. Цифровизация нашей отрасли, которая активно у нас продолжается. И мы тоже этот путь начали, все наши продукты как раз на нашем портале «Визит Ярославия». Приглашаю всех на наш портал, где мы стараемся наполнять его всеми нашими актуальными туристическими продуктами, притом проверенными. Спасибо большое за интересную беседу. Вам спасибо. А я напомню, что гостем студии был исполняющий обязанности директора Департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко. С вами была программа «В тему». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова